Сегодня в 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета в 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны. Уточненная информация, на борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажиров. Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым Годом артиста ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских средств массовой информации. В районе авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается. В полутора километрах от Черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России. В Сочи прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны генералом армии Павлом Поповым. В настоящее время продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. Для организации оперативного управления и координации спасательными силами и доставки родственников к месту катастрофы развернуты и приступили к работе оперативные группы на аэродромах Чкаловский, Адер и в порту Сочи. Управление поисково-спасательной операции осуществляется из Национального центра управления обороны. Министр обороны ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции и оперативно принимаются необходимые решения. В работе принимают участие представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Им оказывается полное содействие для проведения расследования. В поисково-спасательной операции задействованы 4 корабля, 4 вертолета, 1 самолет и бесплотный летательный аппарат. В набор спасательного судна подняты 4 тела погибших. Дополнительно в район катастрофы направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов. Самолет Ту-154 военно-транспортная авиация и Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков, летчик первого класса, общий налет составил около 3,5 тысяч часов. Самолет Ту-154 был выпущен в 1983 году. Общий налет составил около 7 тысяч часов. Последний ремонт прошел 29 декабря 2014 года. А в сентябре 2016 года самолет прошел плановое регламентное обслуживание на авиапредприятии.